Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Черневская. Ежегодно 18 декабря празднуется День работников ЗАГСа. В этом году исполняется 103 года со дня образования ЗАГСа в России. Органы ЗАГСа играют, конечно, очень важную роль в жизни каждого человека. Именно здесь официально создается или прекращает свое существование семья. Происходит регистрация новорожденного гражданина, изменяется фамилия, имя или отчество, ну и многое другое. Людям, которые ведут отчетность о самых важных вехах человеческой жизни и отдельные ее моменты увековечивают в памяти граждан, посвящен этот профессиональный праздник. Ну и, конечно, наша сегодняшняя программа. Я представляю гостю в студии Ольга Петровна Паравина, начальник отдела ЗАГСа железнодорожного района городского округа Самара. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Ну что же, поздравляю вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. И попрошу рассказать об истории создания органов ЗАГСа. Вот, наверное, вехи развития. И что представляет ЗАГС сегодня? Ну, история отдела ЗАГСа, она начинается с 1917 года. С момента, когда был принят декрет о браке, о рождении детей, о ведении актовых книг. И по Самаре, по Самарской области, в октябре 1917 года был создан губернский губисполком, в состав которого и входил отдел записи актов гражданского состояния. На сегодняшний день, это на территории Самарской области, у нас 47 территориальных отделов ЗАГС осуществляют государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака, рождение детей, как вы правильно сказали, и включают в дворец бракосочетания городского округа Самары и дворец бракосочетания городского округа Тольятти. Всего лишь 221 гражданский служащий осуществляет государственную регистрацию. То есть это количество немалое, небольшое, но мы справляемся. То есть по Самарской области, во всех муниципальных учреждениях, во всех муниципальных образованиях и городских округов. Сложности, конечно же, есть. Конечно же, есть. Поставлена очень серьезная задача указом президента Российской Федерации от 15 января 2016 года, номер 13, о создании единого ресурса населения, в который будет включена также информация о всех актах гражданского состояния населения Российской Федерации. Это огромная работа, это новый совершенно такой продукт, который был образован, организован Федеральной налоговой службой России. И с 1 октября 2018 года на территории всей Российской Федерации государственная регистрация актов гражданского состояния, она осуществляется в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния. Что это значит? Да, пожалуйста, мы с вами медленно, но верно перешли к новшествам. Вот в чем они заключаются. И скажите, самое главное, как эти новшества отразятся на обычном посещении граждан, которые к вам приходят, вот можно сказать, ежедневно, да, посещают ЗАГС? Да, цель, я считаю, что ЗАГС это современное учреждение, цель которого это оказание услуг в электронном виде. Все для этого есть, и мы как бы способствуем этому, работаем. Ну, вот, как я уже сказала, с 1 октября 2018 года это все записи ведутся в облачном решении. Это Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. То есть, допустим, заявитель пришел, обратился к нам за регистрацией рождения ребенка. Мы зарегистрировали рождение ребенка, выдали свидетельство о рождении ребенка, подписали записи акта, все, эта информация по этому ребенку, она доступна различным организациям, которые имеют право на получение сведений о рождении. Ну, то есть, это какая-то ваша внутренняя информация. Для человека-то, который к вам пришел и оформил свидетельство о рождении, как бы ничего-то не поменялось, да, то есть, он пришел, обратился, свидетельство выдали. В чем новшество для жителей, Ольга? Ну, если сейчас новшество, это выдача документов, повторных документов о государственной регистрации актов гражданского состояния по экстерриториальному принципу. То есть, еще один такой пласт работы, который был проделан сотрудниками отделов ЗАГС, это цифровизация электронного архива записи акта за период с 1926 года по 30 сентября 2018 года. Массив огромный. По Российской Федерации это свыше 525 миллионов записи актов. По Самарской области это 10 с половиной миллионов, даже больше, больше 10 с половиной миллионов записи актов, которые были переведены в электронный вид. Громаднейшая работа. Громаднейшая работа. Вся работа была проделана сотрудниками, да? Да. Срок был указан очень жесткий, до 31 декабря 2020 года. С гордостью могу сказать о том, что эта работа сотрудниками отдела ЗАГС по Самарской области выполнена досрочно. Самарская область, она входит в двадцатку регионов, которые завершили досрочно перевод книг архивных в электронный вид и в десятку регионов, которые по массиву, по архивному фонду, то есть по количеству актовых записей, которые у нас есть, вот 10 с половиной миллионов, мы в десятке лучших. Какие молодцы. Всем поздравления. Это большая работа. Прямо гордишься нашими замечательными людьми, самарцами, которые живут в области. Какие вы молодцы. Ну, совершенно новшество, это выдача документов по экстерриториальному принципу. Это, допустим, если вы родились в Камчатке, Владивосток, и вам необходимо получить повторный документ об акте гражданского состояния, свидетельство о рождении, а вы находитесь в Самаре, то вы можете получить данный документ, придя в любой отдел ЗАГС. Ближайший даже, да? Ближайший к вам. Оплачивается госпошлина, через 15 минут вы получаете документ. Конечно же, это решает очень многие проблемы, вопросы по предоставлению данных документов различной организации. Масса откликов, это положительный такой момент, тем более сейчас, в наше время, обратиться в отдел ЗАГС, получить сразу документ, который решит дальнейшие ваши вопросы. Но это упрощает, конечно, и вашу работу, в том числе, и экономит время жителей, да? Конечно. Не нужно ехать, идти куда-то далеко, а вот обратиться прям буквально в ЗАГС шаговой доступности. Не нужно направлять заявление по месту государственной регистрации, акта гражданского состояния, не нужно ждать, когда свидетельство поступит в отдел ЗАГС, где вы находитесь. То есть вы приходите и получаете сразу документ. Цифровизация коснулась и вас. Это еще все по новшествам и пойдем дальше? Либо что-то еще есть такое интересное, о чем хочется сообщить? Да нет, я дальше. Хорошо, значит, ну все-таки аббревиатура ЗАГС давно, наверное, стала словом нарицательным и ассоциируется, конечно, в первую очередь со свадьбой, невестой, женихом, но вот созданием семьи. Но ведь это не единственная функция, которую осуществляет отдел ЗАГС. Расскажите, какие еще на вас возложены функции, Ольга? Органы ЗАГС осуществляют государственную регистрацию рождения, заключение брака, наверное, всем любимое, расторжение брака, установление отцовства, усыновление, удочерение, перемены имени, ну и, конечно, по печальным событиям тоже обращаются в органы ЗАГС. Также мы принимаем заявление по истребованию документов с территории иностранных государств, выдаем документы из архива по выдаче повторных документов, подтверждающих акт государственной регистрации, акт гражданского состояния. Выдаются, проставляется штамп апостиль для легализации документов на территории иностранных государств. Внесение и исправление изменений в актовые записи, аннулирование, восстановление записи акта. Давайте поговорим еще и о госпошлинах, Коля. Вы уж к нам пришли в гости, давайте мы озвучим, какие в этом году расценки, не повысится ли они в году следующем, сколько составляет госпошлина, и давайте пройдемся по всем важным документам, которые вы выдаёте. Ну, рождение у нас не оплачивается, государственная пошлина, первичное рождение, заключение брака. Сумма госпошлина составляет на сегодняшний день 350 рублей. И здесь еще такой вот момент. Пожалуйста. Сейчас заявление о заключении брака, то есть это сейчас уже достаточно давно, можно подать через единый портал государственных муниципальных услуг. В этом случае при подаче заявления оплачивается сумма государственной пошлины еще со скидкой 30%. То есть 245 рублей подано заявление о заключении брака, и в отдел ЗАГС вы приходите только на государственную регистрацию заключения брака. Сейчас это очень, как бы, в наше время востребовано. А вот, кстати, очень также пользуется популярностью, что ли, как мода на вот какие-то такие зеркальные даты, да, допустим, вот в этом году, наверное, было 02-02-2020, да, в следующем году будет 12-02-2021. Скажите, вот на эти даты заранее можно подать, в том числе и через портал государственных услуг, вот такое заявление, чтобы забронировать за собой эту дату и прийти в назначенное время? Да, конечно. И заявление о заключении брака на 21-02-2021 года мы начинали принимать с марта 2020 года. Конечно, очень популярная дата, очень популярная дата. Также можно было подать через дизельный портал, ну и непосредственно в отдел ЗАГС, потому что с изменением законодательства срок увеличен подачей заявления о заключении брака. То есть сейчас можно подать заявление на год вперед, в любую дату. Самая крайняя дата сейчас, это у нас ноябрь 2021 года, можно подать заявление о заключении брака. Я не могу не задать этот вопрос, пандемия коснулась всех. Скажите, как вы работали в этот сложный для всей страны период, и как вы продолжаете работать сейчас? Ну, в связи с изданием постановления губернатора Самарской области, которое было буквально на днях 16 декабря 2020 года, номер 365, которому разрешено проводить торжественную регистрацию заключения брака в органах ЗАГС, исходя из 4 квадратных метра на одного человека, но не более 10 человек в зале. Но ведь площади во всех ЗАГСах нашего любимого города разные. И здесь вот как рассчитать, как понять, может быть, как-то может выбрать, либо консультанты как-то помогают, советуют. Но если много гостей, это все-таки торжественное событие. Да, у многих оно бывает раз в жизни, и хочется провести его достойно, несмотря на все ограничения. Как вот быть? Что посоветуете в данном случае, Ольга? Ну, к сожалению, сейчас у нас жесткие рамки по постановлению. То есть сейчас, ну вот с 16 декабря это все, да, до этого было 4 человека, ой, 1 человек на 4 квадратных метра. То есть если дворец бракосочетания, да, позволяет площадь, то, конечно же, количество гостей там может было и до 30 человек. Увеличено, может быть, да. В небольших помещениях, конечно же, все исходя из площади, потому что нарушать требования, которые установлены, невозможно. Да, в первую очередь здоровье, конечно. Сейчас это только не более 10 человек с соблюдением санитарных правил и рекомендации, которые были даны главным санитарным врачом Российской Федерации. Это, конечно же, масочный режим. Ну вот скажите, пожалуйста, для регистрации брака сейчас молодоженам, проживающим и зарегистрированным на территории города Самара, можно выбрать абсолютно любой ЗАГС, либо это территориальный признак? Нет, никакого территориального признака в этом случае нет. Можно подать заявление о заключении брака в любой субъект Российской Федерации. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара. И у нас очень много пар, которые подают заявление о заключении брака. Именно наш отдел ЗАГС – это наши соседи Ульяновская область, Оренбургская область, Саратовская область. Они проживают в городе Самаре, им удобно зарегистрировать брак у нас. Поэтому мы только рады. Хорошо. Ну, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе. Как вы пришли к занимаемой вами должности? У меня юридическое образование. Я работала в структуре управления ЗАГС по Самарской области. Потом решила изменить, решила изменить свое видение и решила работать непосредственно в отделе ЗАГС. С гражданами, которыми я готова помочь в ситуации, в любой ситуации, в жизненной. О чем не жалею. Хорошо любите свою работу? Конечно же, люблю. Когда вы видите глаза, подающих заявление о заключении брака, трепетное пожатие рук, блеск в глазах. Это любовь, и это радует, конечно же. Ну вот, кстати, не секрет же ведь, да, что приходят регистрировать в законные отношения молодые, пожилые, среднего возраста. Вот скажите, приходилось ли вам, какой возраст приходилось регистрировать самой молодой и самой пожилой пары? На этот вопрос хочу сказать, что любви всего возраста покорны. Хорошо. Вот сейчас все-таки многие говорят еще о том, что ценность института семьи пошатнулась, и поэтому многие просто не спешат связывать себя узами брака. Вот что лично вы думаете по этому поводу? Ну, в 2020 году на сегодняшний день зарегистрировано более свыше 16 тысяч регистраций заключения брака. Это, конечно же, чуть меньше, чем в прошлом году, но связано это с демографической ямой. Ямой, да? Да. Ну, то есть все-таки статистику ведете? Статистику ведем, конечно же, да. Скажите, пожалуйста, вот были ли в вашей практике случаи, когда вам удавалось примирить пары, которые вот приходили и подавали на развод? Государственная регистрация расторжения брака, если она осуществляется на основании решения суда, заявитель уже пришел к нам с решением суда, вступившим в законную силу, а брак прекращается с момента вступления решения в законную силу. То есть здесь заявителю уже сложно что-то посоветовать, уже окончательное решение однозначно. И по совместному заявлению, когда к нам обращаются в случае, если отсутствуют несовершеннолетние дети, здесь, конечно, на момент подачи заявления мы смотрим на заявителей. Бывает, что видно, что это скоропалительное решение. Заявление принимается, брак расторгается не ранее, чем через месяц. И когда пара не приходит на расторжение брака, конечно же, мы только рады. Государственное бюджетное учреждение ЗАГС Регион, которое по ответственности управления ЗАГС Амарской области, проводит вебинары, лекции по вопросу консультации, конфликтной ситуации в таких случаях. И сама была такая лекция, очень интересная и много очень полезной информации для тех, кто вступает в брак, и для тех, кто брак решил расторгнуть. Поэтому, да, когда брак не расторгается, мы только рады. Но все-таки, а если приходит один, да, из-за членов семьи, но здесь уже в данном случае брак расторгается? Если с решением суда, то да, можно зарегистрировать расторжение брака, когда приходит один. Если совместное заявление, то подача заявления только вдвоем, только вдвоем. Статистику по заключению брака ведете, по расторжению есть цифры? На сегодняшний день расторжение, конечно, есть, но цифры я вам сейчас не смогу назвать. Хорошо. Вот хочу спросить вас о том, чем порадовал вас уходящий год? Сколько вот маленьких жителей подарил нам этот год? Рождение в этом году, в 2020 году, свыше 37 тысяч маленьких жителей Самарской губернии, что, конечно же, радует. Мы всегда радуемся. А какие имена выбирают для своих детей самарцы? Самые популярные имена для мальчиков – это Максим, Михаил, Артем, Роман. Для девочек это София, Виктория, Полина, Анна. Редкие имена. Также родители выбирают мальчик Нестор, Ермак, девочки… Ну, все древнерусские имена, да? Да, да, девочки. Такое имя, как Владимира, Славяна, но также… Имеют место быть. Имеют место быть. Хорошо. Вот такой вопрос в органы ЗАГСа приходит еще и в том числе за тем, чтобы изменить свое имя и фамилию. Ну, скажите, пожалуйста, вот когда человек приходит с твердым намерением это сделать, вы, то есть принимаете как бы решение человека, никоим образом не спрашиваете, не отговариваете, либо наоборот утверждаете его решение изменить имя и фамилию. Почему люди меняют имя и фамилию? Государственная регистрация переменной имени, она, конечно, в последнее время пользуется популярностью. Но, как правило, к нам приходят заявители, которые твердо решили изменить фамилию, имя и либо отчество. Да. Ну, бывают разные, конечно, случаи. Не было такого, что не приходили потом на государственную регистрацию переменной имени, то есть это уже окончательное решение. В том числе и, допустим, такие случаи, когда заявитель не берет фамилию супруга в момент государственной регистрации заключения брака, потом в силу каких-то обстоятельств решает взять фамилию супруга. Также подается заявление о перемене имени. Оплачивается госпошлина, здесь сумма госпошлина уже не такая, в размере 1600 рублей. Через единый портал государственных услуг сейчас такое заявление подать невозможно, нет такого функционала, то есть это личное обращение в органах ЗАГС. Вот, кстати, скажите, пожалуйста, с какими еще заявлениями можно обратиться только исключительно в ЗАГС лично и написать, ну вот, собственно, ручное заявление? Государственная регистрация рождения ребенка, возможно, через единый портал государственных муниципальных услуг, и эта услуга очень пользуется популярностью. Мы даже рады, когда мы видим слоты, что заявители приходят по рождению ребенка, все документы приносят, ну, также мы созваниваемся с заявителями, что-то уточняем по поводу документов. Заключение брака тоже пользуется очень такая услуга через единый портал. Расторжение брака возможно подать через единый портал государственных услуг. Перемены имени невозможны, личное присутствие. Внесение исправлений в актовые записи тоже только личное присутствие граждан-заявителя в органах ЗАГСа. Когда вот вышеперечисленные, вы сказали, услуги хочет человек осуществить через государственный портал, документы прикладываются там сканом, либо там только заявление, форма, то есть ничего такого сложного нет? Ничего сложного нет. Более того, если нам заявители звонят и говорят о том, что какие-то сложности с заполнением графа, то мы помогаем буквально вот онлайн, чтобы заявление было подано. В том числе и подается заявление через единый портал государственных услуг на выдачу повторного документа. Также это все очень удобно. Также оплачивается сумма госпошлина со скидкой, 30-процентной скидкой. Возвращаясь к вопросу о перемене имени и фамилии, скажите, пожалуйста, а сколько раз это можно делать на протяжении своей жизни? Законодательством не предусмотрено ограничение в перемене фамилии имени и отчества. Но, как правило, это бывает один раз. Да? Да. А можно вспомнить или привести какие-то интересные, курьезные случаи, когда люди приходили и меняли, ну, какие-то, и брали себе, не знаю, невообразимые какие-то удивительные фамилии, если это, конечно, не тайна. Тайна, да? Тайна имени и фамилии человека, да? Хорошо. Давайте с вами поговорим вообще сейчас о структуре отдела ЗАГСа. Вообще, что это за структура и насколько вот складывается внутренняя, может быть, сложная работа вас и вашего коллектива? Я еще раз повторюсь о том, что органы ЗАГС – это современные учреждения. И сейчас все новшества, все реалии, они проходят через отделы ЗАГСа однозначно. То есть все, что новое, это через отделы ЗАГС. Все новинки – это у нас. И это владеть такой вот базой, как Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния. То есть гражданин, который обращается к нам, и мы, имея доступ в Единый государственный реестр, мы можем видеть сразу всю картину по данному гражданину в плане актов гражданского состояния. То есть это в случае, если внесение исправлений в актовые записи. Если была составлена актовая запись о заключении брака на территории другого субъекта, мы можем посмотреть актовую запись, и она есть уже в Едином государственном реестре. Такой вот огромный ресурс наполненный, и он каждый день пополняется вновь. То есть с 1 октября 2018 года по всей территории Российской Федерации все органы ЗАГС ведут государственную регистрацию в Едином государственном реестре записи актов. И все это находится в едином таком ресурсе. Скажите, как скоро человек, когда приходит или обращается к вам за выдачей какого-то документа, как скоро он получит его на руки? Вот в плане того, как вы говорите, что у вас очень современное учреждение, вот насколько быстро вы реагируете на просьбы граждан? Ведь обращений-то много, и работы, соответственно, много. Вот насколько у вас так вот быстро налажена работа профессиональная? У нас быстро налажена работа в нашем отделе ЗАГС. Я говорю про наш отдел ЗАГС, но, в принципе, я думаю, что это во всех отделах ЗАГС, особенно вот больших. Это принцип универсального сотрудника, то есть по любому вопросу к нам в отдел ЗАГС, если приходит гражданин, любой сотрудник может ощутить любое действие. Государственную регистрацию акта гражданского состояния, либо другое, иное, юридически значимое действие. Поэтому такие мы универсальные солдаты. Поэтому я это очень горжусь, несмотря на то, что у нас такой небольшой отдел ЗАГС железнодорожного района городского Коксамара, но по количеству оказанных услуг мы являемся передвигами. Молодцы какие, да? Вот снова похвала летит ваш адрес, но все-таки, если мы с вами заговорили о вашем коллективе, давайте немножечко о нем поговорим. Вот особенно хотелось бы спросить вас о тех людях, которые регистрируют браки. Вот это вот настолько, сколько мне приходилось бывать на свадьбах, да, я все время поражалась вот стойкости, да, к какому-то внутреннему стержню. Это ведь к каждой паре нужно подобрать какие-то свои слова, да, подбодрить, где-то утешить, где-то успокоить, где-то наоборот придать решительности в словах. Вот расскажите, пожалуйста, о ваших регистраторах, как давно, правильно я их назвала, как давно они работают, и вот насколько сложна это, либо вот простая работа. Я думаю, что простой работы у нас в отделе ЗАГС нет, и, конечно, когда специалисты отдела ЗАГС проводят торжественную государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке, то могут возникнуть разные ситуации, и нужно быть очень так... Быть готовым ко всему. Быть готовым ко всему, и к положительным моментам, и к отрицательным. У каждого специалиста, конечно же, есть слова каждой паре, которую они видят, и когда выходит гостья, жених, невеста со слезами на глазах, это дорогого стоит. Наша работа, значит, оценивается, и слова благодарности, они звучат, и нередко, очень часто. Ну, в вашей работе еще и предусмотрено очень много накладок, вот, ну, к примеру, да, потому что свадьба, мне кажется, это вот такой живой организм, который в любой момент по какому-то вот малейшему, да, может пойти, ну, что-то может пойти не так, и в том числе, как бы вот ваша задача, как вы сказали, приободрить, успокоить и так далее. Сколько сейчас на каждую пару по времени уделяется времени? Либо здесь вот все так неоднозначно, что вы строите свою работу, исходя из каких принципов? Ну, за период моей работы крайне редко были случаи, когда пара не приезжала на регистрацию брака в то время, которое было назначено. То есть это все там застряли в пробке или еще что-то, ну, такие чисто житейские. Ну, какие-то действительно серьезные форс-мажорные ситуации, да? Вот мы, исходя из этой ситуации, мы уже тоже выходили, чтобы не было никаких накладок. То есть пара пришла, мы рады ее встретили, чтобы все было достойно. Ну, то есть здесь я подвожу вас к тому, что здесь нечеткий хронометраж, да? То есть вот на вас 15 минут, расписали вас, проводили, и, как говорится, идите с Богом. Здесь все-таки вот отношение человеческое какое? Я скажу о том, что вот сейчас, когда пара приходит, подает заявление о заключении брака, это настолько хронометраж, который у них уже, и они даже просят, у нас 15 минут на то, чтобы все хорошо. Мы тогда будем вот в зависимости от ваших пожеланий, потому что это фотосессии, которые где-то еще, это рестораны, которые заказаны, поэтому мы исходим, исходя из пожеланий наших посетителей. Скажите, изменилась ли работа отдела органов ЗАГС вот сейчас и, скажем, 5-10 лет назад? Конечно же, очень сильно изменилась. По новшествам, которые я вам уже сказала, с 1 октября 2018 года, это вот единый государственный реестр записи актов гражданского состояния, который, ну, уникальный, уникальный проект на, даже, наверное, во всем мире. — Я читала интервью, одно интересное интервью с вашей коллегой, и вот там журналист задавал вопрос, я хочу продублировать вам, очень мне он понравился. Скажите, пожалуйста, вот когда приходят к вам пары на регистрацию брака, на заключение брака, с учетом вашего уже опыта, видите ли вы, сложится ли у них дальнейшая жизнь или нет? — Бывает, что да, мы видим, что пара, что пара будет долго и счастливо жить, конечно же. Но бывает, когда через какое-то время приходят заявители и подают заявление о расторжении брака. Это очень грустно, это очень грустно, что-то не получилось, что-то не сразилось, что-то не задалось. Ну, вот такие наши реалии. — Да, такие наши реалии. Ну что же, я еще раз хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником, и, конечно, по традиции программы предоставить вам небольшое заключительное слово для поздравления ваших коллег, пожалуйста. — Я хочу поздравить коллег своих и пожелаю всем стабильности в наше время, и всем семьям это самое главное — здоровье. — Спасибо. Ну а я от себя разрешите добавлю еще, конечно же, любви. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.